22 июня 1941 года Эта трагическая дата начала Великой Отечественной войны никогда не будет забыта россиянами Эта страшная война для нашего народа явилась суровой проверкой могущества духа и характера веры в правое дело и любви в земле родной еще не зная дня и часа когда наступит торжество над Волгой и степя Донбасса мы свято верили в него сквозь дни утра печали скорби в пределы вражеской земли не отступаясь плеч не горбя мы эту веру пронесли освистанные смертным ветром в уранах, ливнях и в пыли мы километр за километром твоей заветной цели шли мы так неистово хотели приблизить долгожданный час что ни снаряды, ни метели остановить не смели нас слово предоставляется заместителю главы углического муниципального округа Дейцевой Валентине Исаевне уважаемые угличане уважаемые участники Великой Отечественной войны 57 лет назад вероломно, без объявления войны фашистская Германия напала на нашу страну вы сегодня все вспоминаете, наверное, ваших друзей, товарищей которые с вами воевали во время Великой Отечественной войны 27 миллионов человек погибло в годы Великой Отечественной войны из них советских воинов 8 миллионов 668 тысяч 400 человек 15 тысяч угличан ушло на войну из них не вернулось более 50 процентов 8 тысяч 257 человек до сегодняшнего дня до жила участников Великой Отечественной войны 1032 человека из них инвалидов Великой Отечественной войны 400 человек сегодня мы не можем с вами отдать дань уважения труженикам тыла детям, которые трудились день и ночь в годы Великой Отечественной войны все приближали победу 45-го года я сегодня не могу вспомнить героев Советского Союза которые были награждены столь высокой наградой всего было присвоено звание этого 11 600 человек среди них угличан дважды герой Советского Союза майор Голубев Виктор Максимович герой Советского Союза генерал-майор Жолудев Виктор Григорьевич Чистяков Евгений Михайлович полковник Шарков Валентин Иванович майор Козлов Николай Андреевич майор Тужилков Сергей Васильевич майор Мальков Сергей Дмитриевич лейтенант Алексеев Николай Васильевич старшина Дерюгин Алексей Васильевич герой Советского Союза старшина Шарков Алексей Николаевич герой Советского Союза старшина Вавилов Сергей Васильевич герой Советского Союза младший политрук Лавров Николай Сергеевич полный кавалер ордена славы Вечная память павшим Склоним головы перед павшими И до тех, и перед теми, кто сегодня дожил до светлой победы Дорогие товарищи Великая Отечественная война Самая тяжелая, самая жестокая и кровавая из всех войн Когда-либо пережитых нашей страной Впервые народы нашей страны Уорвало не только завоевание и порабощение Но и тотальное уничтожение Годы войны это не только драматический, но и героический период Истории нашего народа Чем дальше мы отделяем от того торжественного, тревожного и героического времени Тем величественным предстоит перед нами Отвих нашего народа Спавшего не только свою родину Но и все человечество от фашистской чуи 57 лет назад, на рассвете 22 июня В начале четвертого часа по московскому времени Тысячи орудий и минометов германской армии Открыли сквальный огонь По пограничным заставам, укрепленным районам Штабам и линиям связи, расположенным в воинских частях Приграничным городам и селам Сотни немецких самолетов торглись в воздушный пространство СССР Несмотря на смерть и разрушение Уничтожая важные объекты в приграничной полосе От Баренцев до Черного моря Земля содрогнулась от разрывов снарядов и бомб Основной удар немецкие бомбировщики нанесли по аэродромам В результате нашей авиации уже 22 июня потеряла сыщет 1200 самолетов Однако советские летчики, даже в таких чрезвычайно сложных неблагоприятных условиях Отчаянно пытались противостоять врагу Всего лишь за один день боев на западном фронте совершили 1836 боевых вылетов Уничтожив 143 самолета противника Более двух месяцев заражалась Брестская крепость Моряки Черноморский флот отразили атаки немецких самолетов Общая численность личного состава вооруженных сил Германии Развернувших для вторжения территории СССР Составляла 5,5 миллионов человек Фашистская армия располагала новейшие военные техники Против Советского Союза были набрисцелены 4950 самолетов 2800 танков и штурмовых орудий Свыше 848 тысяч орудий-минометов В военном морском флоте насчитывалось 193 боевых корабля и катера Гитлерские стратегии придавали первостепенное значение захватам Москвы Они рассчитывали, что с падением Москвы будет решена судьба военера СССР Капитулируется перед Германией и война быстро закончена Надеюсь, с военной подготовкой гитлерцы разработали чудовищные планы истребления наших народов Вызданный для личного состава гитлерской армии памятка немецкого солдата Прямо говорил, у тебя нет сердца, нервов На войне они не нужны уничтожать в себе жалость и сострадание Убывай каждого русского, советского Не останавливайся ездить перед тобой, старик или женщины Девочка или мальчик, убивай каждого В Великой Отечественной войне толкнулись не просто армии противников В первую же минуту торжение фашистов подняли на себе мощные силы отпора Источником которой был тысячелетний российская история Она история стала едва не самым главным резервом ставки верховного главнокомандования Испокон поколений, поколений в поколение Сохраняя и отстаивая русский народ От свою отчую землю, родной язык и культуру Проявляя несупрушимую волю в ободе и независимости Так уж начерпанно было судьбой народу нашему Из года в год, из века веков Отбиваться от захватчиков и налетчиков От казар и печенгов От монголо-татарских полчищ и тетонских рыцарей Поляков и туров От шведов и французов И все, кто шел на Русь с огнем и мечом Отмечали и принимали бесплавную смерть Слово предоставляется военному комиссару города Углича Козлову Анатолию Дмитриевичу Уважаемые угличане Дорогие участники Великой Отечественной войны Труженики тыла 22 июня День памяти защитников Отечества Вот уже прошло 57 лет после веролома нападения Германии на Советский Союз Мы этот день никогда не забудем Противоборство Советского Союза и Германии на полях сражения Говорит о том, что эта война шла не только на защиту нашего Отечества Но и всего человечества В настоящий момент нет ни одной семьи Которая бы не коснулась горя этой войны Наш долг Вечно помнить о тех, кто отдал свою жизнь на полях сражения Наши отцы, матери, братья, сестры С честью выполнили этот священный долг И мы эту память переносим И будем переносить из рода в род Большое спасибо всем Участникам, живым участникам, которые сейчас присутствуют На этом митинге Мы должны о них заботиться Не только словом Но и делом В эту тяжелую настоящую жизнь Время неумолимо Солдаты Великой Отечественной войны уходят Но они остаются В песнях, воспоминаниях и границе мрамора Вечная память Тем, кто погиб за защиту Отечества Вечная им слава В 1942 году САБ ушел на фронт И вся жизнь так связана Померся С защитой родины До сего времени Состоющая на общественной работе В Совете ветеранов Отец ушел В 1941 году Как и многие другие на фронт Вот сегодня Многие ветераны будут Вспоминать минувшие дни Друзей, товарищей Которые остались Защищать родину Защищая родину Вне нашей родины Вот я, скажем, воевал в Польше Так там 600 тысяч осталось наших солдат Воевал потом в Румынии В Венгрии, Австрии Закончил в Германии войну Прослужил в армии 26 лет И так все у меня связано С армией И с этими датами С Днем Победы С этим историческим Памятным Днем С начала войны Вот сегодня Совет ветеранов Принял Решение Значит Отметить этот день Возложить Памятникам Кобелиску Цветы Погибшим Война началась Мне было 14 лет А в 16 лет Я встал уже в строй Воевал на Северном флоте А ваши друзья Родственники Тоже были на войне? Да Отец был на войне Отец вернулся Израненный А я пока вот Живу А друзья ваши Многие погибли Не вернулись? Нет Я воевал только в конце войны Я говорю, что я ушел В войну-то молодой В 16 лет Войну застал Только в самом конце На Северном флоте Там бои шли До самого Конца войны Так же, как и Вот предыдущий товарищ Сказал, что День памяти этот Но в моем детстве Был этот трагический день Когда услышал я Что началась война Мне было тогда 15-й год Здесь образовалась Морская школа После того, как Госпиталь здесь был Которые здесь Лечились И умерли Что мы в этот день И должны возложить В память Цветы Может быть гирлянды Ну, так я Немножко Был молод Еще Я рвался на войну В военкомат ходил Но мне сказали В военкомате Пока еще Здесь не город Прифронтовой Мы не можем взять 15-летнего А у нас есть Солдаты И 13-12 лет Вот Но когда Здесь морская школа Образовалась Я пошел В 44-м году Воевать мне пришлось С японцами И А что вы говорили Тут я услышал Что Погибшие Да Наш корабль Угодил на мину Вражескую Электромагнитную А тогда еще Противозащиты Не было Против электромагнитных Мин Многие Товарищи Погибли И я Как только Узнаю Услышу Мне жалко Я сам тоже Тонул И вот Так что вот Погибли Многие мои товарищи Хотя Борьба была Заживусь Из корабля Но Кто-то должен Остаться на дне Морском Вот таким образом Демобилизовался Я В 51-м году Прослужили Около 7 лет Если Так сказать Вот так вот Что было положено 5 лет служить Тогда Как сейчас вот Даже полтора-то года Не могут Как следует Прослужить Бегут из армии А то что Дедовщина Это так Поведение товарища Самого На службе Никакой Дедовщины Если ты можешь вести Вот как сейчас Глядут себя Вызывающе Показывают по телевизору Что он Не подпоясанный Должен подтянутый Солдат быть А он Это Расхлябанный Ремень Висит у него Ну Я не скажу Выражением Что Ниже пупка И это Пурашка На бок И все такое Вот так вот Мы сегодня Возлагаем Память О погибших Умерших Товарищей В дни войны Ну а этот день Очень памятный Начало войны Сегодняшний Вот что я могу сказать Очень плохой день Самое начало войны Люди узнали Правда 12 часов Только дня уже Но Во всяком случае Сразу Люди Бросились Все Военкоматы Начали Патриотизм Был Люди Действительно Был Защиту Родины Бросили Вы сами Воевали? Воевал Но я уже В 43-м году И до конца Войны Даже 12-го Кончил Войну Потому что Чехословакия Фрицы хотели Власть ССС Хотели Удрать К американцам Но мы Их отрезали И дали им Возможность Уйти Не объявляя войны Не объявляя войны Нас на рассвете Бомбили Страшные дни Это были Кончились Мирные сны Не объявляя войны Лезли Фашистские Танки Так будто Шли на гулянку Вторглись В просторы Страны Не объявляя Войны Шли Города Занимали Русские земли Стонали В горе Дыму И крови Нет И не может быть Силы Даже коварной Такой Чтобы железной Рукой Родину Нашу Сломила В эту годину Лихую Выйдя на Праведный бой Мы заслонили Собой Родину Нашу Святую Нации Нашей земли Много В войне Пострадали Все Свои силы Отдали Мир От фашистов Спасли А когда вы Написали Это стихотворение Это я написала Вот сейчас Теперь уже В девяносто втором Девяносто третьем Примерно году У меня вот сборник Есть О О войне Тут он Общий Есть отдельный У меня сборник Там тоже Большая тема Войны Потому что Я войну Пережила Я знаю Что это такое Что страшнее войны Ничего не может быть В этот день Ясный Солнечный день Мы Ребята Ушли Купаться А пришли домой И уже Объявили войну Очень Все конечно Расстроены Мама плакала Бабушка плакала И мы Наше детство Кончилось В это время И мы уже Стали Как бы Помогать фронту Очень много Работали в колхозе На тех работах Которые Сейчас Люди Молодые Не знают Мы Копали Картошку Вы знаете Что очень была Ранняя осень Мороженую Картошку копали В 41 году Под лопату Драли лен Руками Обивали Вальками Колоски собирали С телятами Возили Выкармливали Из соски В общем Все На сенокосе Все работы В течение войны Мы Очень много Выполняли Подростки В колхозе У нас Рядом колхоз был Я жила В Борисоглебе Тогда Заря В нескольких километрах И конечно Сейчас Вот в памяти Все это живает Все живает И мне Что хочется Чтобы Чтобы больше Все-таки Проводилась Военно-патриотическая Работа С молодежью Потому что Видите Молодежи На этих мероприятиях Почти не бывает Сегодня День 22-го День памяти И конечно Мы должны Все склонить головы Над Теми Кто Защитил Нас И столько Много Очень Людей погибло И отцов И братьев наших И делов Которые Ушли На войну Так что Мы сегодня Склоняем головы И чтим Их память Мне кажется Порой Что Солдаты С кровавых Не пришедшие Вали Не в землю Наш Полегли Когда-то А превратились В белых Журавли Они До сей поры С времен Тех Дальних Летят И подают Нам Голоса Не потому Так часто И печально Мы Замолкать Глядя В небеса Убщ В небесах Убщ Дальних Мы обратились к будущим поколениям, заложив капсулу в основании этого камня с тем, что если мы не сумеем поставить высокохудожественное произведение в память угличанам, защитникам Отечества, то будущие поколения это сделают. Но судя по сегодняшнему дню, как мы видели у Кинотеатра России, мы видим, насколько далеки наши дети от тех бед 41-45 года. Наверное, если мы сегодня не откликнемся, то никто уже не сделает это. Поэтому, уважаемые угличане, мне очень хочется еще раз обратиться ко всем вам. Подумайте, что это очень важно, важно сегодня нам, важно будущим поколениям, чтобы этот памятник стоял. Пусть не очень дорогой, но все-таки памятник защитникам угличанам. Они этого достойны и заслуживают более высокого места, более достойного, чем вот этот камень. А угличане, к сожалению, не предприниматели, не сами угличане, ну, никто, в общем-то, не откликнулся на это. Мы хотели, конечно, здесь или сделать памятник, или часовню, откуда уходили. Ну, будем продолжать, и мы будем надеяться, наверное, все-таки откликнуться и предприятия, и предприниматели, и просто граждане, которые перечислятся. Ведь каждый рубль, наверное, кто может сколько, должны сделать свой вклад, потому что, наверное, все мы, любая семья, причастна к тому, что каждый из наших близких, я имею в виду братьев, родителей, дедов, прадедов, принимали какое-то участие. И вот укавечить это, я думаю, что необходимо и нужно. Летит, летит по небу, клин устал. Летит, летит в туман, на исходе дня. И в том строю есть промежуток мак. Быть может, это место для меня. Настанет день Настанет день И в журавлиной стае Я поплыву Такой же Сиземь в лес Из-под небес А птичьи Отликаю Всех вас, кому оставим на земле Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Продолжение следует...